Красиво? Суперкрасиво! Это суперсериал «15 шашлыков на майские праздники». Сегодня у нас третья серия «Шашлык из печени и курдюка». Предыдущие серии вы можете посмотреть в нашем плейлисте. Одна баранья печень – это раз, два, три шампура. Три шампура и добрый кусок курдючного сала. Я беру сало необычное, я беру сало, которое и засолено, и закопченное. Можно готовить и с обычным курдюком, но у вас еще есть время, чтобы и засолить, и закоптить курдюк до майских праздников. Успех шашлыка из печени начинается еще на базаре. Главное выбрать чистую, гладкую, красивого цвета печень. Не менее важно снять с печени пленку. Подцепили ножом, а дальше работают пальцы. Пленки и протоки из печени следует удалить. Протоки необходимо удалять из любой печени, а пленку с печени молодого барашка можно и не снимать. Вот с говяжьей я снимал бы обязательно. Печень нарезаем не крупными кусочками, а граммов по 20. Печень нарезаем не крупными кусочками. Не полная ложка соли, полная чайная ложка хорошей паприки. Буквально 1 3 чайной ложечки острого перца чили. Смесь для посыпки оставляем в сторонку и начинаем нанизывать шашлык. Кусочек печени, кусочек сочного ароматного сала. Кусочек печени и курдюшного сала не маринуется. Сразу отправляется на мангал, чем скорее, тем и лучше. А посыпать солью и перцем мы будем уже прямо на мангале. А вы обратили внимание, какая роскошная мебель меня теперь окружает? Ручная резьба, высочайшее качество. Большое спасибо лично Александру Шошеву и компании Интерио Грант, эксклюзивные интерьеры из дерева. Конечно, если иметь очень хороший регулируемый мангал, то приготовление шашлыка превращается в удовольствие. Но очень вкусный шашлык, ничем не отличающийся от того, можно приготовить и на обычных кирпичах. Можно вырыть канавку в земле и положить по ее краям два бренышка, на которые укладывать шашлык. И вместо кочерги можно взять удобную палочку, а вместо опахала что угодно, да хоть тарелочку. Опахала необходима не для того, чтобы дым разгонять, а для того, чтобы подгонять свежий воздух, кислород к уголькам, чтобы они поярче, повеселее горели. А пахала в руках мангальщика, как педаль газа в машине. Видите, какой дым пошел веселенький, вовсе не от углей. Нет, это бараний жир плавится, капает, вот дым и поднимается. Значит, пора переворачивать. Вот и вторая сторона у шашлыка подрумянилась. Значит, шампуры надо поворачивать на ребро. Для этого я сделал прорези в кирпичах. И вот теперь, когда шашлык подрумянился, я точно вам говорю, пора переворачивать. И вот теперь, когда шашлык почти готов, пора посыпать солью и перцем. Ну вот и все. Готов кебаб, можно подавать джигиар-кебаб. Именно так называется шашлык из печени. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова